Прошло оно в Краснодаре под руководством губернатора Кубани. Участие в совещании принял глава НАП Юрий Поляков. Как подчеркнул глава региона, самое главное – обеспечить противопожарную и антитеррористическую безопасность в социальных учреждениях, торгово-развлекательных центрах и на рынках, а также на вокзалах и в аэропортах. Как сообщил исполняющий обязанности начальника главного управления МВД России по Краснодарскому краю, личный состав органов внутренних дел региона с конца декабря переводится на усиленный вариант внесения службы. По его словам, для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период новогодних и рождественских праздников планируется задействовать 11 тысяч сотрудников полиции, 8 тысяч представителей общественных формирований правоохранительной направленности. В числе тех, кто будет обеспечивать порядок в крае – 5 тысяч казаков. По требованию главы региона должно быть проверено на предмет соблюдения правил хранения и торговли магазины по реализации пиротехники. Особое внимание к местам проведения новогодних мероприятий с участием детей. Для этого сотрудники МЧС проведут не только проверки, но и инструктажи тех, кто будет заниматься организацией праздников. Во всех непосредственно школах еще раз инструктажи и рассказали и непосредственно организаторам, что в целом на них, на руководителей организации перед проведением праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, есть обязанность по обеспечению осмотра помещений перед всеми мероприятиями в целях определения готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности. По словам первого заместителя главы Анапы Сергея Петрова, перед новогодними праздниками все эти вопросы еще раз будут рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии. Будут намечены первоочередные задачи для всех городских служб на период долгих январских выходных. Продолжение следует...